К допросам этому 40-летнему белгородцу не привыкать, хоть в местах не столь отдаленных еще не был. Пару месяцев назад попался на кражах путем открытого доступа, заходил в офисы и воровал оставленные без присмотра вещи. Тогда мужчину отпустили под пописку о невыезде, однако сдержаться не смог и снова, как говорится, вышел на дело. Теперь ему инкриминируют 14 эпизодов за кражу путем свободного доступа. Свою вину подозреваемый не отрицает, но вот почему сорвался и сам не знает. Ведь в последний раз вроде бы искал работу, а нашел деньги. Чаще всего внимание подозреваемого привлекали женские сумки. Мужчина забирал кошельки, банковские карты и телефоны. А последний раз среди украденного вместе с кредиткой оказалась и записка с пин-кодом. Деньги, по словам задержанного, он тратил в основном на продукты. Данное лицо нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода, употребляет спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело в отношении данного лица по статье 158, часть 2, пункт В, то есть кража с причинением значительного материального ущерба гражданину. Санкция данной статьи предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободного доступа. Кражи путем свободного доступа, по словам полицейских, в последнее время участились. Только с ноября по январь сотрудники первого отдела раскрыли 15 эпизодов. И дело, говорят стражи порядка, не только в активности злоумышленников. На руку им играет и простая человеческая обеспеченность. Оставлено без присмотра имущество, для некоторых это в порядке вещей. Но все же забывать о простых правилах безопасности не стоит. В первую очередь не оставлять свое личное имущество без присмотра. А в случае, если необходимо покинуть служебное помещение, где вы оставили ценное имущество, необходимо запирать за собой входную дверь. А пока горожане размышляют над тем, как обезопасить свое имущество, следователи планируют уже в скором времени передать дело 40-летнего белгородца в суд.